Великая музыка В сегодняшней передаче мы поведем разговор о выдающемся кобузисте, продолжателе дела Порхета Ахласи Дукенова. Как известно, двухструнный смычковый народный инструмент кобыз до Ихласа считался принадлежностью знахарей Бахсы. Народ в прошлом привык относиться к кобузу как к своего рода магическому предмету, обладающему сверхъестественной силой. Род Ихласа с давних времен был, можно сказать, династией кобузистов. Искусство игры на кобызе передавалось в нем из поколения в поколение. Дукен играл для себя и не разъезжал по улам. Он играл у себя дома, в кругу своих родных и одноольцев, считая игру на кобызе как бы своим фамильным наследством. Но без сомнения своей игре он приписывал тайную силу, которая помогает его роду жить в добром здравии и благополучии. По представлению одноольцев, кобыз Дукена помогал благополучному исходу родов. От него будто бы убегали и прятались всяческие албосты, злые духи, стремящиеся умертвить родящую женщину. Потому хобы с Дукеной неизменно вешали на пороге юрты, в которой происходили роды. И вот значение сына Дукена Ахласа в казахской музыке состоял в том, что он первый поставил этот замечательный народный инструмент с человеческим голосом на службу живой жизни народа, его радостям и горестям, его мечтам, стремлениям и свершениям. Ахлас родился в 1843 году в нынешнем Сузакском районе. С малых лет он проявил склонность к музыке. В детстве он нередко видел подолгу играющего на едине в кибитке отца, а природа наделила его талантом, поэтому Ахлас страстно любил кобыз и при первой возможности старался играть на нем, хотя поначалу ему и трудно было без посторонней помощи. Как только все уходили из дома, маленький Ахлас брал большой черный кобыз отца, увешанный по краям мелкими монетками и украшенный пышными перьями фелина, на головке. Инструмент в руках ребенка казался громоздким. Ахласу трудно было играть, кобыз, казалось, вырывался из его рук, но Ахлас не обращал на это внимания и продолжал свое трудное занятие. Постепенно его маленькие ручонки начали привыкать к лукообразному смычку, а пальцы левой руки, поставленные на струнах так, как он выследил у отца, день за днем приспосабливались к инструменту, и вскоре Ахлас начал извлекать из него что-то похожее на музыку. Увидев своего сына, играющего на кобызе, Дукен обрадовался всем сердцем, семейная традиция сохранилась. Другой его сын, Жанас, не интересовался ничем, кроме скотоводства, и Дукен не на шутку беспокоился, что искусство игры на кобызе в его роду не будет продолжаться, и святой инструмент в руках его потомков превратится в ничего не значащий кусок сухого дерева. Отцу нравилось также, что Ахлас был любителем сказок и легенд о несчастных девушках, о мифических чудовищах, о славных походах батыров, о непобедимой силе музыки в борьбе со злыми силами природы. Правда, в тех местах, где жила семья Дукена, даже дети умели рассказывать сказки, и Дукену сначала казалось, что в тяге Ахласа к сказкам нет ничего особенного. Однако вскоре отец заметил, что Ахлас относился к сказкам иначе, чем окружающие его люди. Особенно сильное впечатление произвела на Ахласа легенда Кюй о Хорхуте, отце всех кобызистов, которую маленький музыкант слушал с жадным вниманием и в конце концов перенял у отца. Кюй Хорхот очаровал Ахласа своей теплотой, задушевностью, песенностью. Ахласу показалось, что он слышит внутри кобыза голос поющего Хорхота. В Кюй и Хорхот не было особой виртуозности, но он завораживал слушателя своей искренностью и мелодической красотой. Несмотря на то, что по рассказам Дукена Курхот жил в давно минувшие дни, Кюй звучал как нечто сегодняшнее. Он призывал к борьбе за жизнь, за лучшую долю. Дукен играл этот Кюй с большой любовью и мастерством. Образ Хорхота, борющегося за жизнь, против смерти, приставал как живой в молодом воображении Ахласа. Юноша будто бы слышался голос Хорхота. Бери в руки хобос, играя на нем, борись за жизнь, за самое драгоценное для человека, учись бороться со смертью, со всем тем, что идет наперекор жизни. Ахлас готов был верить народной молве, что когда идешь мимо могилы Хорхота, из него слышны звуки кобыза, которые говорят человеческим голосом. Хорхот, Хорхот. Он даже мечтал дойти до этой скаточной могилы. Хорхот Кюй действительно производит большое впечатление. Он миниатюрин по объему, но глубок по музыкальному содержанию. Это интересный образец кабузовых пьес, который в народе исполняется во множестве вариантов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Молодой Эхлас поставил перед собой задачу во что бы то ни стало овладеть тайными чудодейственного инструмента Корхота. Он упросил отца, чтобы тот научил его играть по-настоящему и рассказал бы о многих других легендах, связанных с кобызом. Видя сильную тягу Эхласа к кобызу, Дукен сделал все, что только смог. Он учил своего сына с большим терпением и радовался его успехам. В короткий срок Эхлас освоил небольшой репертуар Дукена, главное место в котором занимали кьюи легенды о минувших днях. Уже своей симпатии к легенде кьюи о Корхоте, Эхлас может быть безотчетно начинал первый этап борьбы за священный инструмент кобыз. Совершенно по-иному начал играть Эхлас кьюи Кертулгау, также услышанный им от отца и произведший на юношу неизгладимые впечатления. Кертулгау – это эпический мотив, своего рода песня без слов, повествующая о далеких временах и игравшая обычно в одном регистре на одном отрезке стюны. Это, разумеется, делало кьюи монотонным, однообразным. Эхлас не удовлетворился простым воспроизведением кьюи, а расширил его диапазон, внес разнообразие в метроритм, оживил мелодическую линию. В результате получилось как бы новое самостоятельное произведение эпического, спокойного, повествовательного характера. Создание Эхласовского варианта Кертулгау явилось новым этапом его борьбы за кобыз. Создание Эхласовского варианта Кертулгау явилось новым этапом его борьбы за кобыз, за приближение его к жизни народа. В наши дни мы знаем 9 вариантов, 9 ветвей Кертулгау, которые в народе называют Тоба Старау Кертулау. По своему построению и по характеру и интонации Кертулгау стоит ближе к позднейшим кьюям Эхласа. Возможно, что Эхлас возвращался к Кертулгау в течение своей жизни неоднократно, и Кюй переобразился в его руках, стал таким, каким он дошел до нас. Во всяком случае, в серии Кюй в Кертулгау сохранились черты глубокой древности, а наряду с ними нечто новое, свойственное казахской инструментальной музыке второй половины XIX века. КОНЕЦ 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 Великая музыка Великой степи. Прислушайте авторскую программу Салтамат Ермекова. КОНЕЦ Первое сочинение Эхласа можно назвать первой радостью композитора. Он достиг такого уровня игры, что смог сочинить Кюй, влагая в струны кубы за свои самые сокровенные мысли. Можно назвать это сочинение ликованием человека, увидевшего плоды своего долголетнего труда. В Кюйе нет ни одной ноты уныния. Сначала и до конца он проходит в жизнерадостном тоне. В самые черные для Эхласа дни он всегда был в здравом уме и твердой памяти и никогда не терялся в борьбе с жизненными невзгодами. А невзгоды в те времена были нередкими гостями в доме Эхласа. К своему самостоятельному Кюйе Эхлас пришел далеко не сразу. Как рассказывают очевидцы, он частенько, как бы шутя, упражнялся на кубызе. Одна аульцы не раз удивились его умению подражать звукам природы, пению птиц, крикам животных, перелагая все это на струны кубызы. Одна же, например, Эхлас играл на кубызе вой волков. Асхар. Пользуясь тем, что на кубызе можно играть глиссанда, то есть скользить по струне, Эхлас мастерски изобразил волчий вой. Сперва одного волка на одной струне, а потом на двух. А в конце концов, окружающие услышали, что кубыз издавал голоса множества волков. Как он этого достигал, трудно себе представить. Говоря, что услышав игру Эхласа, собаки поднимали тревогу, начинали лаять и бегать вокруг аула, действительно принимая звуки кубыза за вой настоящих волков. Это были первые попытки Эхласа получить на кубызе определенные звуки, что в дальнейшем ему весьма пригодились, так как среди кюев, сочиненных Эхласом, некоторые имеют изобразительный характер. Теперь послушайте кюев қаскар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кюев, сочиненным Эхласом в первый период творчества, относится также Хомер, мягкий, мечтательный. Можно было назвать его думами Эхласа. Спокойное начало и отсутствие драматических моментов говорит, что Хомер – это дума человека, который уединился и не хочет, чтобы посторонние люди вторгались в его внутренний мир. Это раздумья композитора, но и нет в них ни уныния, ни скорби, так как полны здоровые солнечные лирики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День ото дня Эхлас начинает все глубже понимать природу своего инструмента. Его уже не удовлетворяет то, чего он достиг. Он знает, что это далеко не все, что может дать хобус. Сочиняя Кюев, Кумер и Эхлас, он испытывал технический и мелодический, то есть контиленные возможности кобыза для того, чтобы в дальнейшем обогатить язык инструмента, а сделать его еще более внятным. Первым сочинением в этом плане был его Хазан Кюй. Сюжетом для него послужила народная эпическая поэма о Шура Батыри, сыне Нарика, совершившем поход на легендарный город Хазан, жители которого не раз разоряли своими набегами мирные аулы Шоры. Короткое вступление определяет характер и ритмический рисунок Кюя. Дальше музыка передает волнение молодого Батыра перед трудным походом. В самой поэме люди предупреждают Шуру, что в Казани сейчас может быть зима, снег. А Шура отвечает, до моего приезда пусть там падает вместо снега сама Божья благодать, а коли я доберусь до Казана, пусть небо посылает кровь мне на голову, вытерплю. Кюй Хазан сначала и до конца звучит бодро, мажорно, приподнято. Слушая Хазан Кюй, можно представлять себе сюжет поэмы, вкратце рассказанной Эхласом на Кобызе. Подобный Кюй есть и для Думбры. Там он, как говорил Затаевич, имеет форму старинного марша, а потом в котором различает шум похода, картины боя. В отличие от Дамбрового варианта, Кюй Эхласа содержит в себе не только внешний очерк событий, но и переживание Батыра, его волнение и торжество, его утомление после битвы и радость победы. Форма Казан Кюя – свободная, импровизационная, в известной степени непривычная для европейского уха, но она имеет свои закономерности, как и все вообще произведения казахской инструментальной музыки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Следующий Кюй Эхласа навеян народным импическим сказанием Камбар и Назым. Камбар Батыр выходец из бедняков, кроме его родного коня по кличке Карахаскаат, Камбар не имел ни одной головы скота. Своим охотничьим мастерством он кормил 90 семейств бедняков Тобыра. Камбар полюбил ханскую дочь Назым, но оскорбленный богачами должен был уехать из родных мест и отказаться от любви красавицы. Возвращается Камбар на родину лишь тогда, когда ей грозят чужеземные враги. Камбар побеждает их и в конце концов женится на Назым. Эхлас рассказывает эту легенду на Хобузе. В начале этого Кюй звучит песня прощения Камбара с родными местами. По своей фактуре эта песня более характерна для голоса. В этом Кюй, как и в предыдущем, главным для Эхласа было настроение Камбара и его воспоминания о возлюбленной. Может быть, первая тема и есть тема Назым, уж очень она светла, солнечна и мелодична. Это произведение насыщено глубоким люризмом в большой мире, чем Казан Кюй. Наляду с образом Батыра-воина в нем отражена любовь Хамбара и Назым, что придаёт Кюй большую человечность и жизненную реальность. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение рассказа о выдающемся кубузисте Хласи Дукенула вы услышите в следующей нашей передаче. Передача была подготовлена по книге академика Ахмеда Куановича Жубанова «Струны столетий». Вела передачу это музыковед Салтанат Ермекова. Подготовил передачу саунд-дизайнер Шинар Худжаева. Великой степи всегда звучала великая музыка. Еженедельная авторская программа Салтанат Ермековой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова